Горит советское наследие Полярного. Город-призрак расселили еще в 2004-м. Люди отсюда ушли давно, но горы мусора лежат тут и по сей день. Железо, старые качели, камни летят в открытые контейнеры. Мусор оттуда сдают на переработку. А вот то, что может сгореть, дети засовывают в бочки. Стеновой утеплитель, старые оконные рамы, сухие ветки. Буквально пара минут и огонь разгорается в полную силу. Дети с удовольствием принимаются за работу. Давно не веселились, когда убирались. Помимо уборки, участникам первой смены рассказали о важности экологии. На самом деле, человек очень сильно меняет ту среду, в которой он живет. С большинством из тех вызовов, которые мы обсуждаем, придется разбираться вам. И дети, похоже, осознали свою ответственность за окружающую среду. Природа – это тоже живое существо, за которое нужно ухаживать, давать какие-то предношения, так сказать. Она же живая тоже. Как бы это понятно, что ее нужно защищать, охранять и как бы живем на земле. Также в течение недели они ходили в походы, слушали лекции. Недаром в экспедицию со всеми юными геологами отправились в опытные товарищи. Они посетили с ребятами нефритовую долину, а после уже в лагере рассказали, как отличить гальку от ценных пород. Например, рейзит – уникальный минерал, которого, кроме как на Эмале, больше нигде нет. Экология – это наука на стыке, множество наук, начиная с той же самой химии, физики, биологии. Мы надеемся, что поучаствовав в этой полезной, нужной работе, ребята не только практическую, но и теоретическую подготовку получат. Дети остались довольны своим путешествиями, а вот взрослые, которых сопровождали, своими подопечными. Я даже не думал, что могут быть столько детей таких в одну кучу собранных. Они идейные, они инициативные, они исполнительные, они в большей части не ноют. Первая смена экспедиции завершена. С собой ребята увезли полезные знания и сувениры от геологов. 3 августа в Полярный отправились еще 37 школьников со всего Ямала. Карина Закирьянова, Анастасия Альтенбургская, Максим Терентьев, телекомпания «Ямал» для Тюменской службы новостей.